Я считаю, что Олимпиады это своего рода потемкинские деревни, только непонятно для кого. Потемкинские деревни встречали хозяйку, всероссийскую императрицу, а тут будут встречать, я не знаю, кто там, Обама приедет, ему будут показывать, что все круто, с нами можно иметь дело, посмотри, мы построили много-много ненужных сооружений, которые после Олимпиады просто развалятся и никуда не будут перевезены, это же всем очевидно. Разрушили уникальный экологический, так сказать, комплекс, в общем-то, приморский, сочинский, где мы все отдыхали, никто там пользоваться этим или там разбирать, куда-то перевозить, это обойдется еще дороже, чем новое строить, честное слово. Я не знаю, зачем России вот эту показуху, мне непонятно, мне не нужна эта Олимпиада, не нужны никакие много-много гостей, черных, белых, оранжевых, синих и так далее, не нужно. Если хотите, чтобы нация была более здоровая, вкладывайте спорт, пускай дети бесплатно занимаются в спортивных школах, пропагандируйте это, вот куда надо тратить деньги, а так пригласить огромное количество людей, ну и спустить колоссальный бюджет, то есть по дороговизне эта Олимпиада, я даже не знаю, где-нибудь было вообще дороже, я просто, может быть, не очень в курсе, но я знаю, что все последние были дешевле, и будущие, например, в Японии будут гораздо дешевле. Зачем тратить такие колоссальные средства, просто выкидывать их, разворовывать, мне непонятно. Если бы Россия правил какой-то более-менее продуманный человек, который относится к России как к чему-то своему, дорогому, я думаю, что такое бы не было позволено. Если бы в России была демократия, и люди бы коллективно могли принимать решения, я думаю, никакой Олимпиады не пришлось бы проводить, просто в ней нет никакой необходимости.